шалом с вами снова я сергей конторович мы продолжаем наши занятия и сегодня мы поговорим вот о чем мы говорили о очень многих вещах и в том числе коснулись недоразумения в по ним связано с пониманием текстов апостола павла шауля о чем кстати пишет и апостол петр шимон что пишет павел сложно и поэтому его часто понимают неверно откуда же взялось такое странное понимание послание павла как послание учащих беззаконно главный вопрос на самом деле который подымает апостол павел шауль в своих письмах это это о чем он собственно постоянно спорит и против чего возражает вопрос о том как человек спасается если речь идет о спасении не собственными усилиями о принятии совершенной милости божий то тогда евреи соблюдающий закон спасаются не соблюдением закона о божественной милости на самом деле это никак не противоречит тому чтобы соблюдать закон на самом деле иудаизм по большому счету были конечно разные периоды и разные идей во большом счету никогда не верил что человек спасается прям таки законом самом законе во первых заложена идея искупления поскольку существует как часть закон компенсация человеческого несовершенства с помощью жертв во вторых на самом деле от начала до конца текст священного писания говорит о том что все упирается в милость господа бога иудаизм всегда верил что окончательное искупление наступит когда придет собственно миссия который его осуществить и тут нужно понять очень простую вещь давайте подумаем есть очень такая важная для многих христиан идея что каким-то образом милость явленная грешнику она избавляет этого грешника от необходимости соблюдать закон давайте мы рассмотрим эту концепцию на бытовом таком житейском примере предположим есть законы правила дорожного движения законы государства предположим я я знаю эти законы но предложим я их нарушил на скажем я превысил скорость сильно например и меня остановили полицейские и он говорит вы превысили скорость там на 30 километров в час и поэтому я должен отобрать у вас права закон требует чтобы полицейский за такое нарушение отнял у меня права это действие по закону вот же мне говорю господин полицейский я на самом деле не злостный нарушитель и так далее я стараюсь соблюдать правила дорожного движения тут я там не знаю задумался опаздывал на самолет еще чего-то там простите меня предположим вдруг там происходит чудо и полицейский не сходит и говорит хорошо больше так не делайте и отдает мне права и желает мне счастливого пути очевидно что полицейский поступает со мной не по закону а по милости по закону он должен был у меня права отнять означает ли то что полицейский меня простил и поступил со мной по милости что дальше я вообще могу не соблюдать никакие правила дорожного движения ведь теперь в моей жизни каким-то чудесным образом работает милость господина полицейского теперь я могу превышать скорости на 50 и на 100 километров в час могу есть на красный свет поворачивать туда куда нельзя и так далее нет очевидно же что милость которую ко мне и вели не является основанием для того чтобы я больше не соблюдал правила дорожного движения то же самое верно и в отношении милости и закона мы не спасаемся законом потому что мы конечно там или здесь и проявляем человеческое несовершенство и не можем соответствовать абсолютной божественной святости поэтому господь бог являет нам свою милость на иврите хэссад принеся отдав жертву святого и правильного мессию израиля однако это никак не может нас побудить к тому чтобы мы начали после этого нарушать его заповеди напротив его милость должна стимулировать нас тому чтобы мы старались соблюдать его волю еще более ревностно но павел то на самом деле в основном пишет неевреем он ведь на самом деле апостол язычников он проповедует и учит неевреев а тут нужно понять такую одну вещь вообще-то иудаизм никогда по большому счету не занимался празелитизмом неевреев иудаизм это связано с разными вещами мы об этом сегодня говорить не будем но очень важный момент заключается в том что ведь синайский завет заключен с народом израиля и конечно если человек так сказать испытывает желание стать частью этого общества народа израиль то стать евреем и принять на себя все время заповедей которые господь бог дал народу израиля то это пожалуйста если его намерение серьезный но неевреем это не нужно бог не заключал с остальными народами финанский завет и не ставил условием своих отношений с другими народами соблюдение заповедей данных на синай поэтому на самом деле удаизм всегда смотрел на неевреев с как бы это сказать гораздо более низкой планкой от неевреев требовалось очень простые вещи минимальный страх божий вера в воздаяние загробное отказ от откровенных всяких непотребств ну и конечно же от идолопоклонства поэтому в первом веке нашей эры было довольно большое количество людей которые которых привлек еврейском монотеизм но который силу разных факторов может быть социальных не становились евреями не переходили вудаизм они отказывались от идолопоклонства и их жизнь религиозная жизнь протекала как-то вокруг так сказать рядом с народом израиля они слушали еврейских учителей и так далее но они не были евреями не становились евреями их называли богобоязненные мы таких богобоязненных встречаем в тексте евангелий например вот этот сотник корнилиуса не корнилий к примеру и так далее то есть это были люди которые отошли от язычества верили в бога израиля в бога в рамо из хака я кого но не были и время не и время сегодня сегодня есть тоже это идея таких людей называют бы на и новых сыновья но и по какой причине мы об этом говорили потому что господь бог после потопа заключил завет с ноем и всем его потомством а все нынешнее человечество это потом кино и из вот этой концепции вытихает идея с этим названием и с такими определенными требованиями к потомкам ноя то есть ко всем народам к неевреям чтите единого бога не богохульствовать не заниматься идолопоклонством не есть крови не мучить животных и судить справедливо не заниматься развратом еще забыл сказать сегодня есть немножко современные другие списки этих так сказать заповедей сыновей ноя запрет на убийство там на самоубийство на воровство но на мой взгляд это все эти две заповеди вполне входят в требование справедливости поэтому для неевреев которые не находятся в синайском завете им для спасения никогда не для отношений с богом никогда не нужно было становиться евреями иудаизм этого не требовал и вот как выглядели противники апостола павла а вот что они говорили деяние 15 глава 1 стих очень ясно сформулирована идея тех людей с которыми конфликтует и против которых и пишет свои аргументы апостол павел деяние 15 1 некоторые пришедшие из иудеи учили братьев то есть не верующих из неевреев если не обрежетесь по обряду моисееву не можете спастись поэтому те кто как бы соревновались с палом шаулем они на самом деле даже с еврейской точки зрения действовали с довольно странно они пытались всех верующих в иисуса не евреев обратить в иудаизм что ими двигало можно только предполагать апостол павел своих посланиях пишет что они ищут похвалы человеческой и можно предположить следующее что на самом деле а мессианский иудаизм то есть евреи верующие вешу а конечно с точки зрения иудейского мейнстрима то есть основной религии воспринимались как секта к ним относились настороженно иногда даже подвергали гонением и конечно это очень неприятное положение быть на таком счету поэтому возможны люди которые пытались обращать неевреев иудаизм рассчитывали на то что таким образом там не знаю это мессианская община станет такой большой что с ними начнут считаться а их там самих этих учителей начнут там уважать и признавать так сказать в религиозном и стриме за счет такой активный успешные празелитской деятельности на самом деле мы не знаем наверняка это конечно предположение но шауль пишет что они ищут похвалы эти люди у людей они у господа бога пятнадцатая глава деяний она на самом деле подробно описывает дискуссию по данному вопросу и решение на самом деле описано там же деяние 15 глава с 19 по 21 стих поэтому я полагаю не затруднять обращающихся богу из язычников а написать им чтобы они воздерживались от оскверненного идолами от блуда удовленины и крови и чтобы не делали другим того чего не хотят себе ибо закон моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу то есть мы видим здесь на самом деле иначе сформулированы но все те же так называемые заповеди сыновей ноя служение единому богу отказ от долопоклонства отказ от крови справедливость и отказ от блуда интересно что в книге деяний 1521 упомянуто что закон читается везде что имеется ввиду имеется ввиду что на самом деле вот эта идея справедливого божьего царства который содержится внутри торы внутри учения которые господь бог дал на горе синаи поскольку торы это нет не закон закон содержится внутри торы а само слово тора означает учение то внутри этого божественного учения собственно содержится закон божий так вот тора читается везде и закон божий читается везде и не евреи тоже могут знать о том каким образом господь бог представляет себе устройство этого мира и выражает свою справедливость кроме того в чистом виде заповеденной годятся только для евреев ведь на самом деле не живущих в стране израиля потому что в законе моисеевом говорится о том как должны жить не евреи которые поселились среди евреев в земле израиля раз кроме того конечно если не еврей является частью еврейской общины то он тоже должен учитывать специфику жизни еврейской в этой общине поэтому сделаем никогда подведем некоторые резюме потому о чем о чем мы говорили выше мы уже говорили о том что павел сам жил как еврей мы уже говорили о том что он не уводил евреев от мысеева закона и от традиции еврейской вся полемика вся аргументация апостола павла направлена на то что его оппоненты требовали от неевреев становиться евреями для спасения это действительно нарушала все и все устройство божественное поскольку все люди не должны стать евреями это нарушала и суть вообще благодати потому что евреи получают благодать в в рамках своего положения и спасаются не соблюдением закона который конечно должны соблюдать потому что это заповеди божий а милостью божий потому что только надеюсь на его милость евреи получает прощение но ровно точно так же не евреи не должны соблюдать заповеди которые не были изначально им даны и получают благодать божия вне синайского завета это учение апостола павла и нового завета поэтому то что как павел проповедовал единого и миссию единого бога и миссию израиля не евреем на самом деле находится в полном согласии собственно с еврейской традиции еврейским мировоззрением вот что пишет на этот счет философ альберт швейцер у павла полное согласие с учением иисуса или низация христианство началась не с павла а после него таким образом еврейская миссианская община определила место пришедших к вере неевреев проявив и мудрости и снисхождение именно о их месте и положении задумывались первые верующие в иисуса евреи на этом мы закончим сегодняшний урок и до следующих встреч всего доброго